Тех, кто позже встал, от души поживей. Город да вода, и вблизи, и водоли. Пришли на урок, а попали на концерт. Лекцию в необычном формате провел краевед Борис Агузаров. Он рассказал аудитории об истории волжского судоходства во времена атамана Степана Разина и выступил в роли барда. Участники открытого лектория к такому не привыкли. Мы, граждане, люди, живущие на Волге, на самом деле очень мало знаем об этой тематике. И в любой аудитории, где я только выступал с подобной лекцией, везде был очень живой интерес. Поэтому я вот подумываю, так же поднимать вопрос о создании в Самаре где-то музея Волги, того, что относится именно к судоходству, к стране. Для самарцев подобные лекции – источник бесценной информации, которую не найдешь даже в интернете. Валентина Калядина и сама когда-то преподавала историю. Но даже она высоко оценивает уровень таких бесплатных уроков и узнает на них что-то новое для себя. Приходит на лекторий регулярно. Меня вообще проект Самарской газеты, который ведет лекции, организует лекции по краеведению, по истории нашего края, очень-очень интересует. Почему? Потому что я сама историк, и мне каждый факт жизни нашего края, нашего города очень интересен. На выступлении краеведа Агузарова большой проект городской администрации Самарской газеты не завершается. Подобные лекции уже прошли в Самарском районе, теперь в железнодорожном. На очереди – Октябрьский. Оказывается, в 17 веке власть в Самаре целых 10 месяцев удерживали не царские наместники, а выборные атаманы – сподвижники Степана Разина. Сегодня на территории Самарской Луки расположено не менее пяти пещер, названных в его честь. По легенде, там спрятаны сокровища Степана Разина, которые до сих пор не нашли. Сергей Ромашов, Максим Гусев. События. Продолжение следует...